Первой точкой стал Крывеческий музей имени Воронина. Там статс-секретарь, заместитель министра культуры России Надежда Преподобная ознакомилась с работой выставок. В том числе ей подробно рассказали и о пространстве, где расположена фотовыставка «Донбасс». С начала года первую часть выставки посетило более 15 тысяч студентов и школьников. Надежда Преподобная осмотрела выставочные залы музея и в рамках экскурсии узнала больше о республике, а также послушала о сокровищах музейных фондов. Акцент именно на этом сделан специально, ведь основная цель визита – оценить работу культурных учреждений, а также их оснащение. Да, конечно, носочки на косы, ботиночки, то есть это полностью наш муникен, ну и так далее, и так далее. И такие игры появятся еще и с ржанским, и с макшанским костюмом. Ржанский и макшанский сейчас находятся в разработке. А в этой аудитории обычные гости – дети. Там проходят обучающие занятия, различные мастер-классы. Привлечь интерес малышей и удержать их внимание помогает современное оснащение. Благодаря ему детям интересно знакомиться с историей прошлого. В завершении посещения Краеведческого музея прошла встреча с представителями сферы культуры со всего ПФО. Надежда Преподобная отметила, что такое общение очень полезно. Я уверена, что вы сами производите каждый на своем рабочем месте, в своем учреждении много нового. Но важно встречаться, разговаривать, обмениваться, и действительно рождаются общие проекты. Появляются новые идеи. Хочется тянуться где-то за соседом, где-то ему что-то подсказать. Это правда важно. После Надежда Преподобная посетила с визитом Саранскую духовную семинарию. Ей подробно рассказали о работе учреждения, а также провели небольшую экскурсию по учебному заведению. Важно сказать, что для студентов создают все условия, чтобы те получили качественное духовное образование. В помощь опытные наставники и богатейшая библиотека. Это литература, я смотрю, да? Есть и богословская. Да, да. Есть и литература. И общая образовательная, наверное, тоже присутствует, да? Научная богословская. 25 тысяч экземпляров у нас в библиотеке на разных языках. И на греческом, и на латыни есть. Ну, то есть ребятам хватает? Хватает. Обучающимся? Хватает, да. Во время встречи с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием обсудили лучшие практики по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. В музыкальном училище Кирюково прошел круглый стол, в рамках которого обсудили вопросы работы Школы креативных индустрий Республики Мордовия. В рамках федерального проекта «Придумано в России». Гости осмотрели выставку достижений и познакомились с проектом «ШКИ-2024» на базе художественного училища имени Сычкова. Валерия Новикова, Народные новости.